Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Сегодня хочу поговорить о мышах, о их коварстве весной. Вот сейчас они в огороде все уже съели и у кого есть теплицы, опасайтесь, что они сейчас все начнут идти в теплицы в наши. Вот меня уже мышки наказали. Я снимала видео, можно ли вырастить рассаду помидор в теплице и вот так вот раскладывала, вот так густо-густо-густо семечки и прикрывала их землей. Вот я сделала 1, 2, 3, 4, 8 вот таких квадратов. Вот этот вот я успела прикрыть, прикрыла все землей. Тут мне позвонил муж, сказал родственники, приехали, беги домой. Я прикрыла все пленкой, отложила на завтра. Завтра доделать. Но мыши доказали мне, что действительно нельзя откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня. Вчера я пришла в теплицу и вот они эти редки. Сейчас покажу. Вот столько было семян. Я еще говорила, что я сажу загущено, чтобы потом проредить для скорости. Я быстро накидала, потом прорежу и все. Когда я пришла, вот так вот выглядели мои рядочки, вот я еще не досеяла, ни одного абсолютно семечка не было вообще. Я не поняла сразу, что это коварство мышей. Я искала и покопала. Думаю, как-то может в землю ушли. Ну ни дождя нет, ничего. Ну вообще ни одного, чисто ни одного семечка. И только потом, когда я начала осматривать другие грядочки и пошла полюбоваться капустой, которая начала сходить, вот так вот любую с капусткой. О, капустка! И смотрю, погрызанный батун. Оказывается, весь лук, который на перо я выращивала, они вот так под самый корешок мне сгрызли, что не успели съесть, не унесли. Вот здесь и валялось. Вот кусочки, вот кусочки. Хорошо, короче, попировали. Вот видите, вообще все съели весь зеленый лук. Вот это для них, раз они не доедают, я решила приманку положить. И только тогда я поняла, что все семена помидор съели коварные мыши. Я даже представила эти их нехитрющие мордочки, когда они сидят, мои эти жирные семена помидор кушают и закусывают зеленым луком. Вот сегодня пришла пересевать. Это, как говорится, они мне доказали пословицу вот эту, не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Да были семена такие прям толстые, хорошие, они, наверное, с удовольствием ими пообедали или позавтракали. И вот хочу посоветовать другим людям, ну как предостеречь их, у меня ни разу не съедали ни батун, ни семена, если честно, в прошлом году. Но нынче у нас была снежная зима, сибирский регион, так много всяких нор, ходов, они, вероятно, сильно размножились, съедают все. На улице оттаял батун, съели батун. Здесь вот лук на перо, съели лук на перо, съели семечки и томатов. Вообще все съедают, что шевелится и не шевелится. Поэтому в теплице лучше на первое время положите немножко приманку для мышей. Если они придут, они хотя бы не ваш урожай съедят, а вот эти вот семечки. Мне вообще, конечно, жалко, что съели семена томатов. Это хорошо, что у меня много семян, я сейчас пересею еще, но просто это все дополнительное время, все работа, все стоять в наклон еще несколько, большое количество времени. И если честно, жалко зеленого лука, я и сама бы его съела. Но мыши решили по-другому. Все, вот этот видеоролик коротенький, просто как предостережение. Опасайтесь мышей, сейчас они все пойдут в ваши теплицы. И все, что у вас здесь есть съедобно, они все могут съесть. До свидания. Надеюсь, мой совет кому-то поможет. Продолжение следует...